Шановный Геннадий Леонидович, шановные присутники, по состоянию на 23 ноября в Одесской области зарегистрировано 37 831 случаев коронавирусной болезни, подтвержденный методом ПЦР. По Одессе зарегистрировано 17 517 случаев коронавирусной болезни, из которых 245 пациентов находятся на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице. 135 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 3 пациента на СИПАП, у 107 пациентов в состоянии средней тяжести. Всего у выздоровевших от коронавирусной болезни зарегистрировано 9 367 человек, процент выздоровления в городе на сегодня составляет 53,5%. 6 156 пациентов с COVID-19 из числа жителей города проходят лечение на дому, находятся на самоизоляции. Проводится регулярное контрольное тестирование всех пациентов. Летальных случаев за период эпидемии по области 514, летальных случаев по учреждению города 230. ИФА-тестов было произведено 46 326. Из них иммуноглобулины М 28 715, положительных результатов 1760. Иммуноглобулины G 17 611, положительных результатов 2369. Тестов по ЦР 26 755. Родильный дом номер 2 размещает беременных женщин с подозрением на COVID-19. Подтвержденный COVID у 6 пациенток. Третья детская больница размещает детей с COVID-19 и подозрением всего 21 ребенок. Продолжает работу 5 городских мобильных бригад Центра неотложной помощи для проведения тестирования быстрыми тестами на дому и забора биоматериала, для проведения ПЦР-диагностики пациентов, находящихся на амбулаторном лечении и самоизоляции. Бригадами за весь период проведено 11 316 тестирований на COVID-19. По состоянию на 2023-2020 года с начала карантина под наблюдением семейных врачей в Центре первичной медико-санитарной помощи переданы 12 969 человек, из которых закончили наблюдение 8 388 человек. За последнюю неделю 1373 человека. По состоянию на 23 ноября развернуто коек в инфекционной больнице 360, 12 реанимационных, в городской больнице номер 5 100 плюс 9 реанимационных, в городской больнице номер 1 24 койки плюс 6 реанимационных, в 10 больнице 70 коек плюс 10 реанимационных. Сегодня разворачивается 30 коек в Алиховском переулке в инфекционной больнице на базе 14 отделения. Отделение будет номер 8. В родильном доме номер 2 50 коек и 4 реанимационных, и в городской больнице номер 3 в детской 71 койка плюс 4 реанимационных. Учитывая увеличение заболеваемости, возникла острая необходимость увеличения коечного фонда в больнице города Одессы. Для решения вопроса увеличения коечного фонда необходимо в кратчайшие сроки провести работы по текущему ремонту в следующих учреждениях. Городская больница номер 8. Текущий ремонт помещения здания отделения по адресу Одесса, улица Фонтанская, дорога 110. 90 коек, учитывая организацию централизованного кислородообеспечения для 52 коек, в том числе 12 реанимационных. Городская больница номер 5. Текущий ремонт помещений зданий детского отделения по адресу Лидерсовский бульвар 11. В двух отделений для госпитализации COVID-19 120 коек с подключением централизованной системы кислородообеспечения 120 коек, из них 20 реанимационных. В настоящее время ведутся проектирования и подготовительные работы по обеспечению централизованным кислородообеспечением 40 коекомест, из них 80 реанимационных, а также организации по точности разграничения зон по адресу Троицкая, 37, где мы планируем развернуть 150 коек. В больнице номер 1. Текущий ремонт помещений здания отделения кардиологии по улицу Мясоедовская, 32 на 46 коек. По инфекционной больнице текущий ремонт помещений по адресу Пастера, 5,7 на 30 коек. Всего при таком решении вопроса мы дополнительно развернем 440 коек. Учитывая вышеизложенного, Геннадий Леонидович, прошу Вашего распоряжения в решении вопроса о назначении заказчиком, распорядителя средств и ответственным исполнением работ по текущему ремонту в вышеупомянутых учреждениях здравоохранения коммунальной собственности города Одессы Управления капитального строительского Одесского горсовета. Во исполнение поручения городского головы о возможности установления кислородной станции, генератора для обеспечения потребностей инфекционной больницы в кислороде вместо криогенных газификаторов, криоцилиндров необходимо закупить кислородные станции, две, ориентировочная стоимость 27 миллионов гривен. Медицинские учреждения города получили кислородные концентраторы, полученные за средства городского бюджета. Мэр Одессы Геннадий Леонидович Труханов посетил городскую инфекционную больницу и передал одесским медикам 44 современных кислородных концентраторов производства США. Необходимость применения кислородных концентраторов у пациентов с тяжелым течением COVID-19 вызвана поражением легочной ткани, при котором легкие не могут усваивать кислород из атмосферного воздуха. Кислородный концентратор позволяет увеличить количество кислорода в подаваемой смеси и тем самым насытить организм пациента кислородом. Кислородный концентратор также может использоваться для подачи кислорода через аппараты ИВЛ. Получено оборудование 14 кислородных концентраторов, переданных в инфекционную больницу. По 10 концентраторов получили городские больницы 1, 10 и 11. Решается вопрос о закупке еще 44 концентраторов. Учитывая негативный прогноз по росту заболеваемости COVID в связи с дополнительным разворачиванием коек, остро стоит вопрос кадрового обеспечения медицинскими работниками открываемых отделений. Департамент здравоохранения с городским центром здоровья и кафедрой инфекционных болезней медуниверситета разработана программа для повышения уровня знаний в медицинских работниках в вопросах оказания медицинской помощи больным с COVID-19. Начато обучение. Обучение врачей женских консультаций, ЦПСМД, студенческой поликлиники и медицинских сестер-стоматполиклиник. Всего 178 врачей и 305 медицинских сестер. Постановлением Верховной Рады Украины 20 октября утверждены мероприятия, которые необходимо проводить в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и защиты систем жизнедеятельности страны от негативных последствий под ними. В том числе предусмотрен ряд мероприятий по защите медицинских работников, включая проведение обязательного государственного страхования на случай заболевания коронавирусной болезни COVID-19, в случае инфицирования медицинских работников в размере 15 прожиточных минимум для работоспособного лица. Учитывая, что с 1 декабря 2020 года размер прожиточного минимума станет 2270 гривен на человека, размер страховой выплаты на одного медработника в случае его инфицирования и заболевания составит 34 050 гривен. В коммунальных некоммерческих предприятиях здравоохранения города в настоящее время работают 8 368 медработников. Расходы на обеспечение их страхования в зависимости от размера страхового взноса, он у разных компаний значится от 300 гривен до 3000 гривен, составят с учетом средней цены на рынке 860 гривен 7 196 000 гривен. В то же время следует принять во внимание, что в целой системе здравоохранения работает 11 075 сотрудников, которые, находясь в учрежениях здравоохранения, подвергаются постоянному риску быть инфицированными коронавирусной болезнью. Кроме того, ряд работников, которые напрямую не оказывают медицинскую помощь, но занимаются непосредственно обслуживанием инфицированных больных в отделениях, где они находятся. Это сестры-хозяйки, медицинские регистраторы, лифтеры, технические работники, сантехники, электромонтеры и другие, а также биологи, работающие в клинических и биохимических лабораториях, непосредственно с биологическим материалом инфицированных больных. Согласно тарифно-квалификационных справочников, не относятся к категории медицинских работников. Эти работники относятся к категории прочего персонала. Учитывая сложившуюся ситуацию в условиях быстрого распространения коронавирусной инфекции, Департамент здравоохранения считает целесообразным провести страхование на случай заболевания коронавирусной болезнью всех 11 тысяч медицинских работников и немедицинских коммунальных некоммерческих предприятий здравоохранения. Расходы на эти цели составят 9,5 миллионов гривен. Спасибо за внимание.